Большие вести продолжает Вести Ульяновск. Студия Владислав Витковский. Добрый вечер. Смотрите в выпуске. Не пройти, не проехать. Или как? Большие ключище превратились в аул с горной рекой. Месяц после потопа. Последствия до сих пор не устранены. Красотка избавилась от вредоносных стоков. Пруд в поселке Муловка готовится обрести вторую жизнь. Реабилитация водоема намечена на следующий год. Фестиваль национальных неолимпийских видов спорта стартует завтра в Ульяновске. Где и что будет проходить, знает Игорь Кранцев. Прямое включение с нашим спортивным обозревателем. Улицы Ульяновска преображаются. Работы по укладке асфальта в эти дни в основном идут по ночам. На сегодняшний день щебеночно-мастичный асфальтобетон появился на Минаево, Крымова, Шевченко, Локомотивной, Камышинской, Кузоватовской, Рябикова, Роза Люксембург, Крадищево, Грузовой Восьмерки и Московском шоссе между улицами Пушкарева и Хлебозаводской. На втором участке Московского шоссе от проспекта 50-летия ВЛКСМ до улицы Лихачева осталось заменить дорожное покрытие на пути-прободе. Проспект Нариманово отремонтирован на 80%. Сельдинское шоссе на 95%. На перекрестке улиц Минаевой железной дивизии предстоит выровнять плиты в межрельсовом пространстве. На улице Урицкого полностью уложен нижний выравнивающий слой асфальта. На Оренбургской ведется фрезерование старого полотна. На Маяковского начаты подгодавительные работы. В эти выходные подрядчики планируют начать асфальтирование улиц Кирова и Брестская. В Ульяновском районе планы людей нарушила стихия. В ходе недавнего ливня в селе Большие Ключища размыло дороги. Часть села фактически оказалась отрезанной от внешнего мира. Наспех принятые меры не сильно облегчили положение сельчан. Выправить ситуацию чиновники обещают лишь в следующем году. Подробности у Эдуарда Истомина. Эти кадры сняты во время потопа месячной давности. Дождевая вода хлынула с верхней части села. Населенный пункт напомнил аул с беспокойной речушкой. Так большие ключища превратились в горные. Конечно помню, когда я успела домой забежать. А нас вообще затопило, у нас даже выхода не было. Отсюда и камни летели, и все. Мы уже дорогу прям в пургу думали, нас несет. Невыносимо было чего. Дорогу, что на улице набережной, основательно размыло. Жителей Низина вмиг отрезала от верхушки села. Как раз там магазины, школа, церковь. Пробраться туда крайне тяжело. Особенно с маленькими детьми. Да и пенсионеры в ауте. Очень тяжело. С коляской не проедешь. Машина вообще не проедет. Каждый день в садик водят по ребенку. В садик мы не можем по этим буракам ходим. Надо уважать старых. Нам уже осталось полтора дня, может. Вот видите, в этих годах. А мы ходим на базар. Вон, где базар-то? Сумки прям. Просковье Бешеново почти 92. Детю войны тяжело передвигаться по битым кирпичам. Строительным мусором ямы засыпали после размыва дороги. Вот она забота о престарелых. Иными словами, крепить бабушка и не ломай ноги. Это как война была. Войну этого не было. Я все знаю. Издевательство. После работы каждый день мы с мужем заезжали в сельсовет, просили о помощи. А в итоге нам скинули мусор и ничего не сделали. Семья Виноградовых начала строить новый дом. Супруги купили участок и даже заложили фундамент. Но новоселье откладывается. Сообщение-то нарушено. Планы очень сильно нарушаются. Соответственно, мы можем завести сюда строительный материал. Мы уже брус купили. Люди коллективно обратились к районным властям надеждой на счастливый исход. Но их ждало разочарование. Дорожный ремонт не раньше следующего года. У чиновников свои соображения насчет денег. В этом году прямо так вот, на одномоменте я найти их не могу. Во-первых, я даже речь не могу вести, поскольку я не знаю, какой объем там нужен средств. То есть необходимо выходить еще раз на место, определиться по объему, по степени сложности. Там много вопросов. Впереди осень с затяжными дождями и мокрым снегом. И пока чиновники определяются со сметами, дорогу размоют куда сильнее. И денег потребуется намного больше. Эдуард Истомин, Алексей Прохоров. Вести Ульяновск. Из Ульяновского района. Муловский пруд «Красотка» получит вторую жизнь. Напомню, в конце весны местные жители забили тревогу. Водное зеркало покрыло сдохлые рыбы. Водоем источал зловонный запах. Муловцы обвинили в бедах завод, выпускающий фармпрепараты на основе спирта. Отходом его производства является борда, которую якобы избрасывали в пруд. Ситуацию в разработку взяла природоохранная прокуратура и правительство Ульяновской области. Из экологов и местных жителей была создана комиссия, которая ежедневно следила за сбросами. А на предприятии тем временем шла модернизация. И вот здесь открыли участок по изготовлению кормопродукта. Борду теперь выпаривают и делают из нее высокобелковый корм для животных. Совместно с экологической общественностью, с активом рабочего поселка Муловка и представителем завода ежедневно осуществлялся замер температурного режима сброса воды. Ведется соответствующий журнал, который подтверждает, что температурный режим у нас на протяжении последних трех недель, когда ведется активный этот замер, он постоянно поддерживается в норме. Данная работа будет производиться до тех пор, пока компании не будут установлены соответствующие градильни, это, так скажем, охладительные установки, которые позволят полностью практически замкнуть цикл оборота воды и исключить сброс воды вовне, в том числе и в пруд красоты. На установку охлаждающих фильтров уйдет 3-4 месяца. Кормы с борды в это время будут складировать на окрестных полях в районе 50 километров от поселка. Кстати, это биологически активное вещество, можно использовать и в качестве удобрения для сельхозрастений. Новую молочную ферму на 1200 голов построят в Новоспасском районе. Первый камень будущего сооружения зложил губернатор Сергей Морозов. Подробности у нашего корреспондента. Это предприятие – визитная карточка животноводства Новоспасского района. Начиналось здесь все с 200 коров. Сегодня агроферма – одна из самых крупных в Ульяновской области. В хозяйстве больше тысячи буренок, которые дают по 6 тысяч литров молока в год. Тем не менее, объемы в Троицком Сунгурии решили наращивать. Совсем скоро на территории хозяйства появится еще один корпус на 1200 голов скота. Производительность предприятия вырастет в три раза. Молочное стадо увеличится в два раза. Эффективность в денежном выражении вырастет в три с половиной раза. Новый животноводческий комплекс – не только бизнес-проект. Он необходим региону и стране как стратегический объект, обеспечивающий продовольственную безопасность. Дополнительный объем молока составит порядка 9 тысяч тонн. Для нас это действительно является в рамках продовольственной безопасности очень, скажем так, большим достоянием для нашего региона. Потому что на сегодняшний день, как губернатор Сергей Иванович Морозов уже подчеркнул, основополагающая задача для нас на сегодняшний день решить вопрос – это молочная продукция для наших молокоперерабатывающих предприятий и для, конечно, безусловно, жителей нашего региона. Основу в строительство будущего коровника заложил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Ну что, с Богом? Поехали! Сегодня по-настоящему замечательное, а я бы даже сказал, такое знаковое событие для нашего региона. Это огромный шаг вперед для того, чтобы решить вопросы продовольственной безопасности. Размеры фермы будут внушительными – 230 метров в длину и 34 метра в ширину. Новый корпус планируют запустить уже в 2018 году. Благодаря этому в районе появится еще 20 рабочих мест. Любовь Фомичева, Денис Миронов, Вести Ульяновск из Новоспасского района. Завтра Ульяновск ожидает большое спортивное событие, о котором говорилось уже достаточно долго. Стартует первый в истории фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта стран СНГ. В программе мини-хоккей с мячом и лапта, шашки и городки, северное многоборье и обширная культурная программа. Церемония открытия пройдет в Волгоспорт-арене целых два раза в 13 и 18 часов. О подготовке к соревнованиям нам расскажет наш корреспондент Игорь Кранцев в рамках нашей новой рубрики «Дневник фестиваля». Игорь, вам слово. Добрый вечер, Владислав. Здравствуйте, уважаемые зрители. Мы находимся сейчас в Волгоспорт-арене. Здесь сегодня проходит генеральная репетиция перед завтрашней церемонией открытия. Задействовано достаточно много спортсменов, представителей практически всех видов спорта, которые развиваются в Ульяновской области. Ну а главными звездами церемонии открытия будут известные исполнители Дима Билан и Юлиана Караулова. Ну а режиссером-постановщиком церемонии открытия будет знаменитый в недавнем прошлом фигурист Илья Авербух. Это первый опыт, когда под моими ногами нет ледового покрытия. Но я надеюсь, что те силы, которые приехали сюда, в Ульяновск, и, конечно, ульяновцы, которые поддерживают всестороннее, и волонтерское движение, и очень много танцевальных коллективов, конечно, ульяновска заняты в этом. Спортивные секции, вот видите, сейчас у нас как раз это происходит. Ну а чуть раньше, сегодня же, в одном из заведений Ульяновска прошла пресс-конференция, в которой принимали участие организаторы и почетные гости фестиваля. Некоторые секреты того, что увидят зрители в течение трех спортивных дней, а также самой церемонии открытия, они нам рассказали. Например, перетягивание канатов, каната и герой спорта. Уже было имя, что с вами было. А вот сам шашки, какие, точнее, черно, готов, готовятся к включению. Около 500 спортсменов будут участвовать в этих соревнованиях. Это и включает команды страны СНГ, России и наши ульяновские команды, которые будут принимать участие в поведении спорта. Плюс судейский корпус, плюс, соответственно, в общей сложности около тысячи человек. Одними из первых начали тренироваться хоккеисты. Соревнования по мини-хоккею с мячом пройдут на льду Фок Лидзера в Заволжском районе Ульяновска. Выступят в соревнованиях четыре команды. Это сборная Белоруссии, Казахстана и России, а также команда Ульяновской области. Несмотря на то, что она представляет не отдельно взятую страну, а всего лишь регион, она является одним из фаворитов соревнований. О том, как формировался состав команды, нам рассказал председатель региональной федерации хоккея с мячом. Команда Ульяновской области создана из игроков на базе «Волги», из игроков, которые обязательно проживают в Ульяновской области. Это пять человек с Димитровграда, остальные с Ульяновска. Результат очень важен, потому что любое соревнование, никто не хочет проигрывать. Такие команды, тем более, как «Волга», мы амбициозные. Ну и сами хоккеисты. Среди них есть и опытные мастера, такие как Денис Сацаров, Максим Москвичев, Антон Филимонов, а также молодые хоккеисты, выступающие за молодежный состав «Волги», настроены решительно. Они намерены побороться за золото, что подтверждают и в своих комментариях. Ну, конечно же, отличается большой лёд от малого. Здесь, наверное, не столько физики, сколько нужно по тактике более грамотно сыграть. Ну, рассчитываем, конечно, что только выиграть этот фестиваль. Настроение отличное, первый лёд, соскучились уже все ребята. Поехали так, что это отлично все. Готовимся. Ну, а в целом, как я уже сказал, завтра в субботу в 13.18.00 здесь, в «Волгоспорт-арене», церемония открытия. Ну, а уже в воскресенье начинаются сами соревнования. Так, хоккеисты, фок-лидер начнут проводить свои матчи с 10.00. Матчи хоккейного турнира пройдут в течение трёх дней. В 10.00 же на стадионе Симбирска в северной части Ульяновска пройдут соревнования лучников. Причём это будет не спортивный лук, который используется в Олимпийских играх, а традиционный классический лук. Кроме того, здесь же, в «Волгоспорт-арене», начиная с обеда, пройдут соревнования по самбо, по борьбе на поясах, а также ряд других состязаний. Ну, а около «Волгоспорт-арены» пройдут показательные выступления донских казаков, а также представители ряда стран СНГ. Они представят свои весьма экзотические, наверное, для многих виды спорта. Ну и вообще, в течение всех фестивальных дней зрителям скучать не придётся. Владислав? Это был Игорь Кранцев. Спасибо, Игорь. Мы будем следить за событиями на фестивале. А у меня на этом всё. Приятных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова